МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самое большое сокровище каждого народа – это сам народ. Со своей уникальной культурой, традициями, историей и национальной памятью. Но Россия, или, правильнее говорить, Московия, захватывая чужие территории и порабощая целые нации, пыталась уничтожить все, что делало каждый народ уникальным сокровищем всемирного наследия. И не имеет значения, как называется это государство, Московия, Российская империя, Советский Союз, теперь же Российская Федерация. Суть от этого не меняется. Жертвами колониальной политики Кремля на протяжении столетий остаются народы Северного Кавказа, в частности, Дагестан. Нигде и ни с кем Москва не воевала так долго в своей истории, как с народами Кавказа. Московиты выжигали целое поселение. Не щадили ни женщин, ни детей. Они же заходили, сжигали селок, все забирали. Вы понимаете, например, что сжечь село? Вот, например, человека лишили всего. Ему некуда идти, он бежит куда-то в горы с детьми, с женщиной. Они там зимой, в холод, там, и еды, никаких условий. У нас все вывезет. Все разрушили и все вывезет. Наши женщины бросались, лишь бы не попасть в плен, бросались обрывы. Оккупировав Кавказ, московиты делали все, чтобы лишить народы Кавказа национального самосознания, письменности, религии, культуры и знания собственной истории. Грабили на протяжении веков их национальные ценности, чтобы носители исторической памяти, да и само доказательство завоевания были в полном распоряжении и управлении метрополией. Россия, русские, исторические, с момента прихода на территорию Кавказа, в том числе и Дагестана, они похищали нашу историю. Они не подпускали нас к истокам своего прошлого. Российская власть всегда максимально презрительно относилась к традициям религии, конечно, прежде всего к традициям, к духовному опыту народов, которые она покоряла. Это была осознанная политика. Политика, где они исследовали цель принижения роли, значения культуры, языка народов Кавказа. И в этом отношении они преуспели везде, на всем Северном Кавказе. Они всегда приходят с одними и теми же ценностями. Ограбить, извратить все, что было предыдущего. И на этом что-то строить свое величие, имперскость. На Кавказе было очень сильно развитое образование. Все было развито. Медицина. Были люди ученые, знающие. Мой прадед, прапрадед, он был ученым, богословом. Так вот, у него была библиотека своя в селе, в высоко горах. В селе была огромная библиотека, которая, когда русские захватили наше село, вывезли эти все книги, просто центр села и сожгли. Вот что делалось с нашей письменностью, с нашим культурным наследием, с тем, что было у нас, у нашего народа. Мой прадед знал пять языков в легкую. И это не проблема, и это не что-то удивительное было. Это вот просто нормальная вещь, что ты можешь. Каждый человек знал четыре-пять языков менее. Уже тогда переводились с арабского языка труды авиацины на языки местных народов. У нас достаточно высокий уровень цивилизации был в Кавказе, хоть это и кажется, что горы там вот там. Нет, это так, да. Но все-таки вот по сравнению с тем культурным наследием, которое у нас есть, на самом деле колоссальное. На Кавказе все-таки главную ценность представляли из себя люди. С приходом России, даже за 200-200 лет. С современного учеба, знания уходят на третий-четвертый план. Они специально загоняют, чтобы люди были менее образованные, менее знали свою историю. Всячески делается то, чтобы культуру и цивилизацию Кавказа не показать, такой, какой она была, показать дикой. Мы не являемся хозяевами, не своих исторических каких-то ценностей. У нас все под контролем на Москве. Памятники прятали от нас, забирали, из них строили дороги, мосты, сооружали культовые здания. История Дагестана превращена во что-то ненужное, такой маленькой исторической там какой-то памятка, вот в виде брошюры. По историю России, по годам, по векам, по классам. Археологические раскопки, в том числе и изыскания разного рода, проводимые на территории Кавказа, это все было исключительно под контролем КГБ и приближенные, работающие на КГБ ученые. И поэтому мы можем только догадываться, что только не было вывезено с территории Кавказа. В Дервенте на строительстве нашли два клада золотых монет, которые датируются 11-12 веками. В московской археологию тут же приехали, забрали все это в Москву, дабы оценить. И себе там и выставили. Но не в Дагестане, не в дагестанских музеях, а в московских. Какие только артефакты они там не находили. И разные изделия, и золотые, и серебряные. Здесь даже не ценность, драгоценностью металла представляла, сколько там обозначалась культура этого народа. Ну, оно все пропадает, особо, что же не показывается именно в Дагестане, что это связано. То, что ценное, то, что более, сразу объявляется, что это российское достояние, оно уходит в российские сокровищицы, не в Дагестанские. Сегодня разные кавказские народы по праву позиционируют себя как наследниками аландской культуры. Мы же ничего не получили. Кавказские ученые не были допущены к этой истории. Если мы попадем с вами в музей Республики Дагестан, мы будем видеть, знаете, что не дагестанскую историю, а историю России. В этом зале у нас представлена выставка предметов Петровской эпохи. Минимально показана история, которая показывает жизнь до оккупации России. Будем видеть огромные портреты генералов, которые были в Дагестане, уничтожали наши села, сжигали, убивали наш народ, насиловали, убивали и стар, и млад, никого не оставляя. Вот мы будем видеть основную историю этих людей, историю России. Национальный музей Республики Дагестан, обладатель уникальной коллекции, личной коллекции князя Борятинского. Очень мало мы можем увидеть настоящую историю своего прошлого, своего народа. Отдельная страница музейной летописи истории Кавказской войны принадлежит Хаджи Мурату, знаменитому Наибу Шамиля. Это молитвенный коврик Хаджи Мурата. У народов Дагестана были свои лидеры, были свои герои, которые, точно так же, как они были и у других народов, воевали против произвола, против захвата России, территории и Дагестана, и Кавказа. Это один из балководцев имама Шамиля, это Хаджи Мурат. До сих пор его отрезанная голова находится в Санкт-Петербургском. Он с камерой. Мы храним не голову Хаджи Мурата, а череп. Кстати говоря, когда ее, эту голову, отрезали, они ее привезли в Тифлис и выставили вот это в здании, по-моему, городского собрания. И люди ходили и на нее смотрели. Вот вы представляете, вот, например, где это обычае какого-нибудь африканского племени. Но эти люди на полном серьезе говорят, что они принесли цивилизацию. Но как может быть грязный, грязный русский генерал или солдат принесли в Дагестан цивилизацию? Нигде не встречалось, чтобы завоеватели перенимали себе оружие завоеванных народов, потому что они были, в общем, как раз более цивилизованные. А в нашей ситуации получилось, что империя очень много переняла и в костюмах, и в оружии. Бестужев Марлинский, он описывает то, как они там взяли один табасаранский аум и вынесли солдаты, вынесли ковры, лошадиные зруи, там, украшения. И вот офицер, дворянин, который и он описывает это с восторгом. Понимаете, вот казалось бы, дворянин, там, какое-то должно быть такое возвышенное понятие, там, очести. Вообще русский вот этот солдат или там даже офицер, он очень так комично выглядел в образе цивилизатора. Россия вывезла голову Хаджи Мурада. И по сегодняшний день глава Хаджи Мурада хранится в музеях хранилища российского государства. Надпись на черепе, на русском и на арабском языках, которая вот гласила, это надпись «Наиб Хаджи Мурад Аватки». Мы просим отдать и захоронить. Ну что за это? 21 век, с ума сошли что ли? И они вот так садятся и смотрят. Смотрят, то есть экскурсии оказывают. Это вот Хаджи Мурад. Мы его убили, голову оторвали, вот его череп. К нам обратился депутат Государственного Дума Хачилаев с просьбой предоставить или вернуть этот череп на его, на исконную родину Хаджи Мурада. Оказалось, что Хачилаев хотел просто с почестями похоронить земляка. Но череп ему не отдали по той причине, что он казенный и принадлежит государству. Вы представляете, какая варварская страна? Оно не дает захоронить голову нашего героя. Героя, которым мы восхищаемся, любим. Героя, который до конца своих дней боролся против оккупации России и нашей территории. И таких черепов не только. Это просто Хаджи Мурад известен, на самом деле. Черепов очень много. Самое ценное, что было на Кавказе, это были люди. Это были горцы, которые воевали за свою свободу. Московиты всегда пытались скрыть совершенные ими преступления, подменяя понятия и манипулируя сознанием. Якобы русские солдаты отрезали голову Хаджи Мураду. Россияне к этому отношения не имеют. А мы воем сидели, поэтому все носители этой идеи должны быть уничтожены, так же, как вот этот чувачок. Всем он мотивировался, когда он гиппо-назор встанет. Вообще практика отрубания головок, ушей, носа у русских, у людей русского мира, это была традиция. До сих пор в Эрмитаже, и таких голов дагестанцев очень много находятся в концкамере в Санкт-Петербурге. Поэтому, что мы можем сказать? Оно издевается над нами, оно топтает нашу историю. Если они головы людей вывозят и хранят, я думаю, вы представляете, что они делали с богатствами, с какими-то ценностями, которые были у народов. Это палец Шамиля. Шамиль, великий, борет за свободу Кавказа. Россия не дала возможности нам восхищаться своим прошлым, говорить о прошлом, восхищаться своими героями, превращать их в какой-то культ независимости, свободолюбие и так далее. И эти зерна Москва будет уничтожать. На всех уровнях работает Россия. На уничтожении мультичности дагестанцев. Естественно, и кладбище, и мечети, и все это они уничтожали просто. И они с центра Чваймартана, с могилы, могильные памятники увезли. Могильные памятники загружали и увезли. Потому что там были похоронены представители, лучшие представители народов Северного Кавказа, которые в имамате Шамиля воевали против русских. И очень многие там были похоронены. Чтобы местное население не почитало своих героев, не знало их места захоронения, не знало, где они находятся и что вообще с ними происходит. Вот замечательный кавказский кинжал, начало 19 века, отделка золотом, что очень редко, и черни. На кинжале надпись «Будь медленно обиду, к отомщению скоро». История скрывается для чего? Если люди не знают своей истории, они не знают своего прошлого, поверьте мне, этот народ со временем потеряет свое будущее. Вы смотрите себе, мы дагестанцы, мы благодарны, мы восхищены тому, что в центре Киева есть памятник Ивамы Шамилю. Попробуйте Дагестан найти или другую точку России. В школах Дагестана не преподаются национальные языки. Потому что человек, который мыслит на своем языке, он ощущает себя в рамках определенной такой национальной духовной парадигмы. Это осознанное вторжение в мир, в целостность этого народа. Отняв язык, они отнимают и прошлое, и будущее. Москве нужны рабы. Ничего же не изменилось. Везде был навязан принудительно русский язык. Все школы русские. В городах уже практически по центу 80 потеряли это. Все общаются на русском. Россия максимально способствует тому, чтобы уничтожить родные языки. Наслаждается русский язык, знание русского языка, поведение русского человека, поведение раба русской политики. Ну, все просто. И так вот во всех сферах нашей жизни. Для нас скатывание вот в этот русский мир, оно по сути означает скатывание вымирания, исчезновение полное. Понимаете? Что они могут предложить Кавказу на сегодня? Ничего. Кроме вымирания. Только вот вымирание и все. Уничтожают язык, уничтожают историю, уничтожают будущее нации и нацию. Они хотят, чтобы мы говорили, я русский. Это нонсенс. Кавказские народы, они очень серьезно вцепились в историю своего народа. Они пытаются сохранить свой язык, свои нравы, свои обычаи. У русских одна цель. Захват, уничтожение. Русские совершили очень серьезный подлог и захватили чужую территорию. Они украли у украинцев славянство. Они украли у украинцев родину всех городов Киев, Киевскую Русь. И они украли у тюрков их историю. Они присвоили его. И вот этот конгломерат, какой-то намешанный у горы финские, тюркские и славянские народы из всего этого, из этой каши, они сварили русский народ. В русских штабах нет такой нации. Десятки национальностей, которые они захватили, обманули и уничтожили. И создали так называемую искусственную дикую нацию, у которой нет своей истории. Все сваровано по частям у разных народов, у разных племен. И поэтому у русского народа нету этнического глубинного самосознания, нету памяти, глубинной памяти, этнической памяти. Слава Богу, Кавказ, Данистан, Чеченский, не потеряли свою историю полностью. И это их очень сильно злит и ввесит российская власть. Те обычаи, которые нам передали проект, мы стараемся сохранить и передавать. И это моя мечта, чтобы наше село в дальнейшем тоже сохраняло культуру, традиции, особенности. Это наша память, это наша история. И естественно, мы себе, ну кем мы будем являться, если мы простим убийство своих предков? Кем мы будем являться, если мы простим грабеж нашего народа? Кем мы будем являться? И что мы можем своим детям сказать? Да, мы их простили. Московиты воровали не только культурные и исторические ценности. Они грабили и продолжают грабить все природные богатства Дагестана. Ну, относительно Дагестана, это самая богатая республика оккупированного Северного Кавказа. Горная местность, это всегда как минимум половина таблицы Менделеева. Запасы золота, платины, серебра, других металлов, да, и так далее. В Дагестане столько нефти и газа, что, поверьте мне, что если вместе взять, то есть Саудовскую Аравию, Кувей, Эмираты, намного лучше будет, намного больше запасов. Азербайджан и Дагестан на одном платонах, то есть нефтенал. Мы являемся его клоном в этом вопросе. То есть у нас очень много как недр земли, так еще под морем, да, газа и нефти. Естественно, хозяева, это опять-таки кто? Москва. И бизнесмены, которые приближены, люди Путина. Всем пользуются московские правители, их ставленники на местах, как у нас Гарманкор. Мы колония русских, мы колонии, которые используются там, где мы нужны. Народ дагестанский, он отделен. Там есть некая приближенная к Кремлю кучка выходцев из Дагестана, которые фактически то, что нужно, заносят в Москву. То, что находится в Северокавказе Дагестана, забираются в Россию, в Москву, оттуда уже дают пару копеек на пропитание самим людям, самим дагестанским. В Дагестане более 50 месторождений нефти и газа. Один Каспийский шельф, чего стоит, он определенный долларовый чистый прибыль. Газа и нефти достаточно, чтобы полностью обеспечить все нужные, всех оккупированных в Северокавказке. Но есть проблема. Вот есть советские скважины, небольшие, маленькие советские скважины, и их докачивают и уже больше не разрабатывают. Это вопрос, который сами же главы институтов РАН российских задают. Мы не понимаем, почему дагестанскую нефть не разрабатывают. То есть экспорт намного удобнее, то есть можно предоставлять сразу его в Турцию, это же очень близко и так далее. В Дагестане не развивается какая-либо добыча, чтобы мы не увидели, как Азербайджан, допустим, что мы можем жить самостоятельно, и того, что мы добываем собственных народных богатств, этого достаточно. Чтобы говорить нам, вы дотационная республика, это мы вам даем, вы без нас не выжите. Если нефть, то значит она наша. И потом попытайся убедить дагестанцев, что это не наше, нет. Да, это очень долго придется с этим разбираться. Основное число людей не знает этого. Оно не дает, не дает информационная блокада во всех отношениях. И фактически то, что выгодно народу не делается, делается все наоборот. Вот, например, вот сейчас в Дагестане Путин ездил, показали, что его там любят. У нас дети маленькие бегают, говорят, Путин чёрт. Нет войне, свобода в Украине, Путин чёрт. Вот их не показали, показали, да, ну и собрали такую клоуна, для них это не проблема. Вот это и есть истинное лицо Москвы, это и есть истинное лицо русского мира. По размерам заработной платы Дагестан занимает одно из последних мест. По уровню обслуживания и медицины Дагестан занимает одно из последних мест. В России цена любого человека, жизни человека, его здоровья, она обесценена до нуля, до нуля. Нету завода, нету фабрики, не создаётся ничего. Республика бедная, живёт на дотациях. Посмотрите, в каком ужасовом состоянии в аварийных школах наши дети учатся. Дети обучаются вот в таком классе, вот с таким полом, покажи, где дырки насквозь, трещины, там тоже есть сквозные трещины. И всё это топится вот такой помятой буржуйкой. Нет отопления централизованного, печки находятся в школах, нет элементарных условий, туалеты где-то на улице, там деревянь и так далее. Но самое главное, что уже с детства у детей формируется, как о них заботится их государство, да. Если с детьми такое дозволено, то, естественно, во всех других случаях дозволено в сто крат хуже. Это же кабала, которая специально загоняет систему России людей, сделать зависимыми, сделать безвольными. В моём районе, да, в горах, это в райцентре, в домах нету воды. То есть люди идут на родники, набирают воду, то же самое касается газа. Баллон нужно купить, привезти, свет могут отключить на месяц. У нас не только не дают как бы развивать собственные ископаемые, у нас ещё из того, что есть, нас максимально сильно ограничивают. Если Дагестану просто не будут мешать, Дагестан просто будет жить прекрасно. Более выгодное экономическое положение географическое находимся, чем тот же Арабский Объединённый Эмират. Мы ничем не будем уступать не то что Дубаем, но и другим самым современным развитым государствам. Мы являемся в шёлтовом пути, то есть мы из Центральной Азии соединяем в случае свободы от России с Европой. У нас экономических дивидендов, помимо ресурсов, очень много. Дагестане сильнейшее морское узел, порты, которые не замерзают. Но для этого нам нужно одно – освободиться от России, быть хозяевами на своей земле, добивать то, что считаем нужным. Мы стараемся пробудить наш народ. Так что распад России, этой загнившей страны, он точно не за горами. Кавказ, он всегда мыслит категориями независимости. Кавказ всегда мыслит категориями, что он себя никогда не позиционировал, что это часть русского мира и часть русской империи. Они понимают, что мы ненавидим Россию. Они понимают, что большинство населения Дагестана ждёт развала России, ждёт того, чтобы мы получили независимость. Кавказ всю историю свою находится или в войне с Россией находился, или в сопротивлении. Эти настроения нигде не убавились. Носителями этих настроений огромное количество в каждом народе. Но ещё раз, это очень важно, должна быть какая-то критическая масса, которая в народе соберётся для того, чтобы не только об этом говорить. И если мы будем жить в России, естественно, и будущего у нас никакого не будет. Только со свободой Дагестана придёт благополучие нашим людям. Самое сейчас наше основное – выход из состава России, свободная, независимая страна Дагестан, Чечня, Черкесия, все страны Северного Кавказа. Кавказ, естественно, должен быть независимым, не в составе России. Мы люди свободолюбивые и хотим просто-просту своей свободы в своём доме. И всё, по-большому тем. Политический союз народов Кавказа неизбежен. Почему? Вот Дагестан – это… Многие говорят невозможно, я говорю, Дагестан – это пример Кавказа. То есть маленький Кавказ – это Дагестан. Почему? У нас 60 с лишним народностей. Живём же вместе. И как мы все друг друга называем? Дагестанцы. Поняли, да? Когда я рядом с чеченцем стою, вы откуда? Я говорю, мы всегда… Я говорю, это от уважения друг друга. Мы с Кавказа. Мы не говорим, я с Дагестана, а он с Чечни. Кавказ – оно одно целое. Это один афигонизм. Близким народам по менталитету, по культуре и религии, очевидно, нужно быть вместе. Я, конечно же, за то, чтобы быть вместе и решать наши проблемы сообща. У нас цивилизация общая. И даже, вот я говорю, идеологически даже, если разных возьмём, мусульмальные, христиане, они одинаковые. То есть мы садимся, и у нас один вектор мышления, одно понимание, одни ценности, одни обычаи, одни принципы. Мы должны безопасность друг друга обеспечивать. Не будет России, не будет там межнациональных проблем никогда. Всё решается Советом Сталейшин, законами. Мы друг к другу нуждаемся. Дагестан даёт там выход к морю. Другая республика даёт выход с другой страной. Третья республика, там есть уникальные какие-то свои преимущества, природные ресурсы, ископаемые и так далее. Поэтому мы, скорее всего, более чем уверены, что мы будем жить в каком-то политическом таком конфедерации этих республик. Мы создали международное общественное политическое движение Кавказский союз. Туда вошли все кавказские страны, практически все. Штаб-квартира в Брюсселе и в Киеве. Это первый раз, много лет, когда объединил Советский Кавказ в борьбе против империи российской. То, что мы можем добиться этим объединением, даст нам определённую безопасность. Если создать конфедерацию Кавказских стран, заключить союз с Азербайджаном, с Грузией, с Украиной, с Турцией, поверьте мне, это будет один из серьёзнейших союзов в этом регионе, в Азиатском. И с этим союзом будут считаться все страны мира. Я уверен, кавказские народы пойдут по верному пути и обретут свою независимость. Будь это в одном государстве, а это лучше всего, когда будет кавказское государство. Или же каждый народ, или субъект, или регион обретёт независимость. Здесь не столь это важно. Главное – уйти из плена государства российского. Вот это я считаю самое важное. Поверьте мне, это с Божьей помощью будет очень скоро. Мы этого добьёмся. Если мы хотим сохраниться как народ, мы должны с этого поезда выпрыгнуть, потому что этот поезд идёт, в общем-то, в пропуск. Сейчас самый такой момент, чтобы освободить минимум Северный Кавказ. Сегодня много надо будет сделать народам Кавказа, чтобы понять свою культуру, чтобы понять свою историю. Можно рассказать, мы последнее поколение, которое должны вернуть в объектах культурного наследия базис, на которые будем показывать наши библиотеки, то есть объекты культурного достояния. В общем, нашу цивилизацию в исторических объектах, которые сохранились, они несут эту историю, они несут эти обычаи, они несут причинно-следственную связь нашего поведения, нашей цивилизации и так далее. Я считаю, вот когда закончится война, когда Украина всё-таки избавит народы постсоветского пространства от этого иго русского мира, вот тогда учёным, историкам, исследователям надо чаще встречаться. Они должны проводить конференции, и исключительно опираясь на исторические, фактологические материалы, они должны вернуть каждому народу его прошлое, украденное русским, русской империей, русским миром. Нам нужно вернуть всё культурное наследие. За каждого убитого героя мы будем спрашивать представителей Москвы и их рабов в Дагестане. За каждые утерянные музейные экспонаты, за каждое сожжённое наше село, за каждого человека мы будем пытаться и спрашивать представителей Москвы и их представителей на местах. Мы никто не забыли, у нас ничто не забывается. Путин сделал военно-политическую ошибку, да? Украины ему кадык вырвали.